Всем привет! Счастливы мы! Как прекрасна наша доля! Как велико наше наследие! Каждый день в утренней молитве мы благодарим Всевышнего за то, что Он нам дал возможность жить в этом мире, за то, что Он удостоил нас быть здесь и выполнять Его 613 заповедей. Да, у нас с вами есть такое богатство, как 613 заповедей. Но пришел такой мудрец, которого зовут Хава Кук, и сказал, что праведник будет жить своей верой, что все 613 заповедей можно уместить в одну маленькую заповедь, что выполняя только одну заповедь, евреи и каждый человек может выполнить все эти 613 заповедей. Что это за одна такая заповедь, которая может затмить все? А праведник верой своей будет жить. Мы сейчас подробно ее разберем. Но первое это вера. Вера в Творца, вера во Всевышнего и такое понимание, ощущение, что есть надо мной кто-то. Есть ухо, которое слышит, око, которое видит. Да, мы уже сейчас, слава богу, с прогрессом технологическим видим уже, как вот я остаюсь здесь в Израиле, и в это же время кто-то в Америке, в Украине, в России, вы открываете этот эфир, и вы меня слышите. Вы меня видите, посмотрите, какие технологии. Я в Израиле, но при этом меня видят и слышат в разных уголках этого мира. Уже, вы видите, можно примерно представить, что это значит око, видящее и ухо, которое слышит. Вот это когда человек ощущает, что я нахожусь под контролем, все мои дела записываются в книгу. Благо, да, я уже сказала, что с помощью технологии мы, да, можем это себе немножко-немножко представить. Теперь, как это может быть, что одна какая-то маленькая, казалось бы, заповедь, верить во Всевышнего может задумить все 613 заповедей? Это значит, что когда мы с вами работаем над одной только заповедью, верить, доверять, я верю, я знаю, что это все исходит от Всевышнего, я знаю, что это Он. Когда мы работаем над своей верой, то тогда нам хочется выполнять эти заповеди, тогда нам хочется сделать приятное Всевышнему. Тогда мы понимаем, сколько всего зависит в этом мире от нас, что мы удостоились быть здесь, мы удостоились быть полезными. Каким-то маленьким словом, каким-то маленьким благословением, каким-то маленьким омовением рук, каким-то маленьким чтением псалмата и рима, каким-то маленьким добрым словом своей подруги, каким-то маленьким добрым поступком своему родственнику. Вот эти вот, когда мы развиваем нашу веру, чувствуем вот это вот присутствие Всевышнего, когда мы понимаем, что наш мир это не какая-то случайность, а что здесь есть правитель у этого мира. Это как, когда мы берем книгу, любую книгу, да, мы возьмем, когда мы посмотрим, что здесь все написано, мы не можем сказать, что эта книга делала рук, ну, кто-то вылил чернила, и вот эта книга написалась. Нет, мы знаем, что у этой книги есть автор. Так и наш мир, посмотрите, подумайте только, как ребенок развивается в члене матери, как какие-то события происходят, как каждая ткань в нашем организме существует, каждый атом. Каждая частица, как это все происходит, законы логики, природа, это все, вот если вдуматься в масштабы продуманного плана Всевышнего, то можно просто, вау, нельзя сказать, что это просто, ну, вот случайно так произошло, нереально так сказать. Поэтому мы должны работать над нашей верой, и сказано, что, что затем, когда мы работаем над нашей верой в Творца, мы с радостью и с легким сердцем будем пробивать наши внутренние и внешние преграды. Внутренние преграды – это наша животная душа, это наши желания, привычки плохие, а внешние преграды – это тоже какие-то материальные заботы, хлопоты, тоже какие-то привычки, события, не зависящие, казалось бы, от нас. И когда мы вырабатываем у себя веру в Творца, пытаемся постичь его, учить расширять свои границы, свое сознание, именно таким способом, и потом нам легче прорывать свои собственные вот эти вот ограничения. И сказано, что именно в этот момент достигается огромная радость, огромный кайф, человек перестает куда-то бежать, метаться, он понимает, что я на своем месте, мне хорошо, я выполняю волю Творца, я хочу еще его узнать, я хочу еще выучить, я хочу еще понять. И пусть у нас с вами будет получаться совершенствовать этот мир, делать его лучшим, верить в Творца всей-всей душой, чувствовать его присутствие в нашем мире, чувствовать его присутствие в наших делах, что бы мы ни делали, а хочет ли этого Творец, а это бы он одобрил или нет. И пусть у нас будет получаться делать и душа Шен и своим поведением, и своим образом жизни, и своими словами, и мыслями, и действиями. Спасибо большое за наш эфир. Всем пока! Спасибо!